Перед нами правильная пирамида МАВЦД, у которой все ребра равны двум. Запишем дано. МАВЦД – правильная пирамида. Точка F – середина МЦ. Точка K – середина ВЦ. Точка L – середина АД. Все ребра пирамиды равны двум, то есть АВ равно МЦ и равно двум. Нам нужно построить сечение, проходящее через точки L, K и F, и найти площадь данного сечения, проходящей через эти точки. Задачу будем решать не так подробно. Основные выкладки я буду показывать. Вспоминаем аксиому номер 2. Посмотрим на плоскость нашего основания АВЦ. Точка K принадлежит этой плоскости, точка L принадлежит нашей плоскости. Значит, весь отрезок лежит в этой плоскости, используя аксиому 2 курса стереометрия. Если две точки прямой лежат в плоскости, то и весь отрезок лежит в этой плоскости. Посмотрим на плоскость правой бочины BCM. Точка F принадлежит плоскости, K принадлежит плоскости. Значит, и весь отрезок лежит в этой плоскости. Также на основании аксиомы 2. В основании лежит квадрат АВЦД. Точка F – середина отрезка МЦ. Мы возьмем, используя способы заданий плоскости, а у нас их четыре, это две пересекающиеся прямые, это две параллельные прямые, это прямая точка, не лежащая на ней, и три точки, не лежащие на одной прямой. Через точку F мы проведем прямую параллельную CD, соответственно, параллельно и КЛ. По теореме Фаллеса, которая звучит так, что параллельные прямые, пересекающие стороны угла и отсекающие на одной стороне равные отрезки, будут отсекать равные отрезки, и на другой его стороне. Плоскость левой бочины, плоскость ADM, мы видим точку S, которая принадлежит ей, и точка L, значит, весь отрезок тоже принадлежит ей. Это 2, это 2, это 2. Fs – это средняя линия треугольника, значит, по свойству средней линии треугольника у нас получается, что Fs равно 1 вторая CD, а значит, 1 вторая умноженная на 2, то есть единица. Осталось выяснить, что что же у нас такое в сечении. Понятно, что Fs параллельно КЛ, значит, однозначно это трапеция, так как трапеция – это четырехугольник, у которого одна пара параллельных сторон. Но, может быть, эта трапеция является еще и равнобедренной? F – середина, К – середина, значит, FK – средняя линия треугольника МСБ, а по свойству средней линии она параллельно основанию равна половине, так как МВ равно 2, значит, это 1. Аналогично доказывается, что SL тоже 1. И в результате мы получаем, что LSFK – это равнобедренная трапеция. Нам необходимо найти ее площадь. Давайте ее вычертим. Вычертим нашу равнобедренную трапецию и решим задачу как задачу восьмого класса. Значит, у нас L, S, F и K. Трапеция равнобедренная. SF1, LK2. Значит, мы, соответственно, видим, что это у нас тоже 1 и это 1. Опускаем наши высоты. Пусть это будет SH перпендикулярно LK и SE перпендикулярно LK. Треугольник LHS и KEF прямоугольные. И они равны по гипотенузе острому углу. Углы равны как углы при основании равнобедренной трапеции, а LS равно, соответственно, FK. Тогда отрезок HE равен отрезку SEF и равен единичке. А значит, чтобы найти LH, мы из двух вычитаем 2 минус 1 и это 1 и делим пополам. Будет 1 вторая. Тогда в треугольнике, соответственно, LHS по теореме Пифагора мы найдем высоту. Высота равна H квадрат 1 в квадрате минус 1 вторая в квадрате, то есть 1 четвертая. Значит, H в квадрате равно 3 четвертых, следовательно, наша высота равна корень из 3 на 2. И тогда площадь нашей трапеции равна 1 вторая 1 плюс 2 и умноженное на высоту. Произведение полусуммы оснований на высоту. И у нас получается 3 корни из 3 поделить на 4. А это и есть площадь нашего сечения. 3 корни из 3 поделить на 4. Все совсем несложно.